Ребята, у меня для вас супер новость. Совместно с Битрендом у меня вышел вот такой вот набор по созданию украшений из эпоксидной смолы. Вот такой браслет и вот такой кулон можно создать. Также вот такие стикеры от меня в наборе. Купить можно на Вайлдборе, ссылка в описании. Детская стоматология. Что вы делаете в школе, что ты приходишь вот с такими руками? Может вас довезти до дома? Давай. Вы тоже так разговариваете с мамой? Угу. Ну, мы играли в пивку и нас спалили. В отходу неудивительно. Ев, завяжи шнурки? Не, а зачем? Ой, он все такое молодец. А вы тоже в бахилах выходите, забывая их снять? Блин, нет, пожалуйста, я очень хочу кушать. Я в шоке. Всем привет, ребята. Сегодня пятница и время полодинадцатого. Я приехала за Евой в школу. Я уже подъехала к ее школе. Вот, жду ее. Она должна сейчас выйти. И мы поедем сегодня к доктору. И для вас будем снимать влог. Наконец-то идет Ева. Говорю, Ев, поторопись, мы опаздываем. Идет еле-еле. Что ж такое? Привет. Говорю, давай бегом мы опаздываем. Ты еле шевелишься. Побежали. В общем, мы опаздываем. И надо быстрее ехать. К кому я? К врачу. К какому? Не знаю. Врач-ортопед. Поедем проверять твою осанку сегодня. Потому что, мне кажется, это проблема многих осанка. У меня болит спина. И думаю, что надо проверить. И, возможно, может быть, какой-то корсет. Я его выпишу. Ходить. Что было в школе интересного? Написали четвертую контрольную по-русскому. Ну и как ты думаешь, что написала? На два? Да шутишь. Всяко на четыре написала. Не знаю. Ты покушала? Нет. Почему? Потому что я собиралась. Ага. Ты так долго собиралась. Я думала, ты успела поесть и собраться. Нет. На столу в 10.30. Когда ты уже звонила. Быстрее бегом. Я хочу кушать. Может быть. А может и нет. Мы уже идем в поликлинику. Сто лет тут не были. Да, Иваська? Вообще. Я помню, мы здесь были со времен еще, когда Ева сюда на коляске подъезжала. Да? Ну пойдем зайдем. Там, наверное, может уже все поменялось. А мы не в курсе. Взрываемся в поликлинику. У вас есть бахилы, юная леди? Нет. Давай. Ну мне тоже нужны будут. Купишь мне тоже? Ну она мне просто дала 10 рублей. Ага, попрыгунчики продаются. Раньше бы ты попросила купить. Так, ладно. Берем бахилы. Я даже не знаю, на какой... Попрыгунчик. Этаж нам идти. Давай после. После. Попрыгун. Еф. После. Времени нет, мы опаздываем. У нас в 11 приема. Время вон... Без 10. Нам еще узнать, куда идти. Раздеваемся. Давай. В гардероб надо вещи сдать. Короче, тут нужно было взять бесплатно бахилу. Зато теперь все зелеными, а мы випку. Мы потратили 20 рублей, вот, надели. Зато у нас видно синие платные, вот, зеленые бесплатные, да? Еще, короче, здесь можно померить температуру. О, у меня 35,5, а у тебя? Я дам. О, у тебя 36,1, а уже 35,7. Подожди. Что? 36, все. Нормально. Да, мы здоровы. Так, и здесь у нас электронное табло, нам надо понять. Раньше здесь было просто написано, а теперь надо ждать, посмотреть, в каком кабинете принимает наш прайк. У нас 302 кабинет, мы поднялись уже на третий этаж. И я вот не знаю, надо было брать карточку в регистратуре, или она уже будет в кабинете. Ого, тут народа. Нам придется посидеть в очереди. В общем, мы вышли от ортопеда. Еве прописали лечебную гимнастику. Мама, у меня шнурки грязные теперь. Сходу неудивительно. Ев, завяжи шнурки? Не, а зачем? Мам, так же Ева. Как там? Полз, так же Ева. Мам, у меня шнурки теперь грязные. Будешь ходить на гимнастику, нужно укреплять мышцы спины, чтобы не быть сутулой. Лучше бы корсет одели. Вот, а у нас настоящая весна, смотрите, солнышко. Так круто! Можно в кофте гулять. У меня сегодня у подруги Дере, и мы решили с подругой поехать на ее Дере. На автобусе решили поехать. И при том, что я вообще, типа, на автобусах не ездила. Короче, есть вероятность, что они уедут не туда. Да, в центр Питера уедем. Вообще подруга шарит. Она говорит, что да, вот я шарю за автобусы, уже ездила туда, в Капитуль, где я тоже отмечалась от Дере, только не там. И еще училка сказала, что у меня красивый почерк, только что давай исправь там задание, чтобы написала не на тройку, а на четверку. И я справила. В общем, Ева сказала, что пойдет в школу на последний урок, вместо того, чтобы пойти домой. Говорит, привези меня в школу, я пойду учиться дальше. Я ее забрала, получается, на один урок, мы быстро успели к ортопеду съездить, и она сказала, что пойдет учиться. Ну, я в шоке, что сказать. Я пошла без рюкзака? Без рюкзака, говорит, пойду в школу. Давай, и вот сменка. Я в шоке. Это так странно, но это очень странно, я бы сказала. Блин, мне страшно. Давай. Ей страшно. Че страшно? Я в шоке. Вот напишите, ребят, в комментариях, вы бы вошли в школу, когда вот, ну, можно было не пойти. Вы любите ходить в школу или нет? Вот Ева, по всей видимости, очень любит. И это для меня прям странно. Ну, наверное, это прикольно. Ты ходишь такой, там тасуешься, друзья. Тем более солнышко, весна, короче. Кайф. Ребята, всем привет. В общем, наступил уже совершенно другой день. Несколько дней назад мы ездили к ортопеду. Я сейчас вам расскажу, чем все закончилось. В общем, нам дали направление на ЛФК, чтобы Ева ходила. И когда настал тот день, Ева сказала, что она не пойдет. Ну, вот, как бы так. В общем, мы решили посмотреть в интернете, как проходят эти занятия, и заниматься дома. Пока так. В общем, может, она передумает и решит ходить. Это что касается осанки. А сегодня я опять приехала за Евой в школу, чтобы опять пойти в больницу. Но уже к другому доктору. Так, хочется спросить, а вы тоже когда забираете ребенка со школы, всегда везете его в больницу потом? Идем к стоматологу. Наверное, все уже вы бывали у стоматолога. И напишите в комментариях, это страшно или не страшно. Боитесь ли стоматолога? Нет. Ну, у Евы есть такой, короче, припухлость на десне. И есть такой шанс, что придется вырывать зуб. Поэтому она очень боится именно вырывать зуб, лечить. Она не очень боится. Я сейчас ее заберу со школы, и мы поедем к стоматологу. Я не знаю, получится ли там поснимать или нет. Но я надеюсь, что получится. Потому что, мне кажется, эта проблема у всех актуальна. Все боятся стоматолога. А, кстати, у нас наступила весна, и я уже не в пуховике, а в куртке. И это круто вообще. Пишите, сколько у вас градусов в городе. И вообще, растаял ли снег. И как вам вообще весеннее настроение? Потому что весна – это круто, впереди лето. И еще буквально через два дня наступят каникулы. Осталось еще два раза сходить в школу. И целых 10 дней каникул будет. И можно будет передохнуть как вам, так и мамам. А еще, короче, пока я иду до школы за Евой, хотел рассказать такую историю, что сейчас я хожу с ее телефоном. Со старым. Потому что недавно они встречались с Машей Лилпи в сети Моле. Поставили мой телефон. Потому что Евин сел, телефон она попросила мой взять, чтобы снять тренд-лайк. И, короче, он упал с высоты, вот куда они его поставили. Он был без чехла, и он разбился. Он, короче, записывал и падал в это время. Вот сейчас вот можно посмотреть здесь. И мой телефон сейчас в ремонте находится, поэтому я снимаю на Еве. А у нее вообще тут ничего не понятно. Какие-то фильтры стоят, я вот на себя сотрю. И у меня просто зеленые глаза, какие-то розовые губы. И мне так все это непривычно. И еще у нее в телефоне все приложения, изменены значки на какие-то свои собственные. И мне ничего не найти. Например, мне нужен там WhatsApp. Я не могу его найти, потому что там не значок WhatsApp, а какой-нибудь Неймар стоит, например. Или все в таком духе. Короче, надеюсь, мне побыстрее дадут мой телефончик. И я буду опять с ним ходить. Тут уже вот все выходят, а Евы нет. Ева очень долго сюда собирается выходить откуда бы то ни было. Хоть со школы, хоть из дома, хоть с танцев. Всегда долго. Всегда приходится ее ждать. Такой вот факт. Ладно, ждем. Я продолжаю все еще стоять возле школы. Узнала уже одноклассниц 5 Евиных, которые вышли. А Евы до сих пор нет. Отлично, мы опаздываем. Все как всегда. И я бы зашла, конечно, туда вовнутрь, поторопить ее. Но, блин, она уже большая, уже ни за кем родители не приходят. Я думаю, это такой кринж, типа, что мамотка в школу пришла. Поэтому я вот тут вот спряталась, в сторонке жду. Просто машина далеко припаркованная, и она, может быть, не найдет ее. Поэтому хочу встретить. Стою, жду, а ее все нету. О, идет, наконец-то. Привет. Как отучилась в школе? Вот тебе микрофончик. Я по контрольной получила 4-5. По какой контрольной? Шнурки развязаны. По-русскому. Боже, как всегда. По контрольной по-русскому. Молодец. Тебе за это печенюшку дали? Нет, это у нас дыре было у девочек. Что вы делаете в школе, что ты приходишь вот с такими руками? Понимаешь, у нас настолько скучные уроки, что я сижу и рисую. Просто ничего не делаю. Это какой из уроков скучный? Окружающая, литература. То есть там не надо ничего писать. Там просто сидишь, типа, такой. И рисуешь на руках. Ну, типа, читать, но я не читаю. Ев, давай со шнурками что-то сделаем. Пошли в машину. Пойдем, мы опаздываем. Давай, рюкзак, помогу тебе. На. А ты завязывай. Кстати, Ев, я хочу сказать, что сейчас я у тебя заберу телефон, потому что мы на него будем снимать. Потому что этот старенький. Блин. Потому что мой. Что с ним случилось? Это ты сама его разбила. Он сам разбился. Не я. Не ты, конечно. Ты его не бросала. Он сам упал. Да. А сколько мы идем к стоматологу? Ты покушала что-нибудь в школе? Нет. Потому что есть шанс, что тебе что-то сделают с зубом, и тебе нельзя будет кушать примерно часа два. Блин, нет, ну пожалуйста, я очень хочу кушать. Ну, у тебя вот есть шанс кушать чокопай. Но это, правда, не очень. Прямо перед доктором наестся чокопай, инак, и они забьются в зубы. Но Еве пофиг, она ест. Ну да, мало ли, потому что если сделают анестезию, там, может, придется что-то делать, то потом нельзя два часа кушать, чтобы щеку не накусать себе. А это приличный срок, в принципе, если с утра ты не ела еще. А в школе ты не ешь? Нет. Вообще? Нет. Почему? Не хочу. Вы тоже так разговариваете с мамой? Угу. 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 Мама различает сто-пистот. Угу. Всяких разных. Понимаешь, что это? Садись вперед. С той стороны. Опа. Ой. Ой, извините, девочка, вы кто? Я забыла открыть двери. Заходите, заходите. Может, вас довезти до дома? Ммм, давай. Что было интересного в школе, расскажи. Ну, мы играли в пифу и нас спалили. Я хотела показать, ты что, на коленке тут падала? Не знаю. Ой, господи. Ладно. Шопер заберем. В общем, едем к доктору. Как настроение, Ева? Как настроен к доктору? Это моя шоколадка. Кокосовая. Чикабар. Чикабар. Вообще, Ева, посмотри, вот какой-то фильтр у тебя. У меня глаза зеленые, губы розовые. Я вообще не могу ходить с твоим телефоном. Не надо было его разбивать. Значит, я разбила его. Вы все видели на видео. Мы зашли в поликлинику, и мы же уже умные. Знаем, что есть бесплатные бахилы. И посмотрите, именно сегодня их просто нет. Нам придется, короче, купить платные. У тебя есть десятики и десятики. А там только десятики? Ну что, Ева, страшно? Да. Если все хорошо пройдет, я тебе куплю Хэллоу Китти. Я не люблю Хэллоу Китти. Ты не любишь Хэллоу Китти? Ну тогда ты можешь просто вот здесь поиграть, смотреть. Нет, тогда Хэллоу Китти, если так. Там говорят, ну, короче, подумай. Давай я вам карту Роблокс. Тут нет карт Роблокса, если ты не видишь. Нет, пойдем, нам нужно найти стоматологию. Мне кажется, что она должна быть там, потом пойдем в ту сторону. Детская стоматология. Проходите, юная леди. Короче, я столько заполнила бумажек, я так давно много не писала. А мне больно еще и зубы? Не знаю, что посмотрим. Пойдем заходить в кабинет доктора. Я такой молодец, я тебе так горжусь, Лева. Короче, нам сказали вырывать все-таки этот зуб. И я не смогла сразу все снять хорошо. Я его очень как бы расстроилась, что надо будет вырывать зуб. Страшно было. Да? Ну она молодец, такая настроилась. И все-таки пошла его вырвала. Это было страшно? Очень страшно. А было больно? Ну так. Неприятно, да? Ты молодец, я тобой горжусь. Вообще прям такая умничка моя зайка. Вот. И мы записались на герметизацию зубов еще. Это какая-то прикольная процедура. Чтобы потом их не лечить, герметизация помогает им оставаться здоровыми. Я тебе обещала Хэллоу Китти купить. Ну давай. Будешь, да? У Евы появляется настроение, и она говорит давай. Это состав маска детская, детские бахилы и игрушка. Подходит тебе? Да. Так, а то надо 100 рублей. Офигеть. А вы тоже покупаете что-нибудь в поликлиниках в автомате? Ну вот еще сразу прибежали покупать туда. Ева, у тебя сразу два брелка – розовый Хэллоу Китти, и это уже не фильтр, да? Вот. А этот брелок подарил врач Еве за то, что она такая молодец. Ева не очень улыбается, но зато у тебя не опухнет щека, потому что нам сказали, что нужно вырвать обязательно зуб, иначе может быть флюс и разбабахать щелку, и потом только оперировать. Кстати, ты вот в белой рубахе, в этой маске выглядишь как доктор. А вы тоже в бахилах выходите, забывая их снять? Ева говорит, что у нее что-то там болит, да? Да. И еще другие зубы тоже заморожены. Ребят, напишите в комментариях, вы когда-нибудь вырывали зуб? Ева вырывала уже второй раз, да, получается? Первый – было больнее, да? Да. Но менее страшно, потому что еще не знала, как это. А второй зуб – не так больно было, но было очень страшно. Вот. Еще Ева хочет кушать. И, короче, кушать ей нельзя ни горячее, ни холодное. Надо что-то такое тепленькое, и не твердое, не жидкое. Вот что-то такое-то среднее. Поэтому мы решили поехать в магазин и купить… Прутоняню. Прутоняню. И ее кушать сегодня, да? Молодец, я тобой горжусь, капец, как просто, ты не представляешь. Гордость моя. Мы приехали домой, в общем, у Евы болит зуб немного. Мы, короче, купили ей мясо вот такое, которое желать не надо, пюрешки, короче, всякие. Сегодня будет ее еда. Поскольку у нее болит зуб, сейчас там ей обезболивающее. Видимо, анестезия отходит, и что-то ее там беспокоит. Вот сразу два шприца я тебе приготовила. Это как жаропонижающее, но оно уже и обезболивающее. Вкусненько. Соу-соу. Это апельсиновое или клубничное? Тебе больше нравится апельсиновое или клубничное? Так. Ну, хорошо, хоть здесь повезло. Мой злой апельсин, апельсин, мой хороший такой. Зайденый, такой апельсин, сладкий. Наверное, любая мама, если бы могла, вот как бы там вместо ребенка своего посидеть, чтобы маме лучше зубы вырвали, чем ребенку, наверное, любая мама бы согласилась. Вот такой влог получился про здоровье. Берегите свое здоровье, свои зубки, свою осанку. Это очень важно. Это самое главное в жизни. Ну и до встречи в следующем видео. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok